75 саженцев сибирского кедра появилось в Томске в лагерном саду. Компания «Газпром Трансгаз Томск» высадила их в честь 75-летия Победы. Подробнее расскажет Вера Каракова. У Дины Викторовой, как и еще 74 сотрудников «Газпром Трансгаз Томск», выходной выдался необычным. С лопатой и ведрами в руках, но не у себя на даче, а в лагерном саду. Компания по инициативе своего молодежного объединения решила подарить Томску в честь юбилея Великой Победы кедровую аллею газовиков. Я пришла сегодня сюда, потому что считаю очень важным принять участие в акции, посвященной 75-летию Великой Победы. Лагерный сад – это место прогулки томичей, излюбленное место для всех семей. И я прогуливаюсь со своим ребенком, смогу показать, что именно это дерево я посадила своими силами вместе со своими коллегами, нашей дружной командой газовиков. Время проведения акции также выбрано не случайно. Чтобы сибирский кедр лучше прижился, растения 17-18 лет нужно высаживать в грунт в начале осени. Так, в честь 75-летия Победы в лагерном саду появилось 75 саженцев, уход за которыми будет продолжаться и дальше. К сожалению, в этом году мы не смогли принять участие в праздновании 9 мая, в шествии Бессмертного полка, но мы не могли обойти стороной 75-летний юбилей Великой Победы, и поэтому решили отметить это таким образом. Собрались с ребятами из нашего молодежного объединения и посадить в честь 75-летия 75 замечательных сибирских кедров. Патриотическую работу газовики внутри компании ведут постоянно. Передача памяти о подвиге предков является одной из приоритетных задач. На подобных акциях можно увидеть, как глава компании бок о бок со своими подчиненными копает, поливает и мотивирует их собственным примером. Деды, отцы наши воевали, защищали. Кто-то на фронте, кто-то в тылу, поэтому мы не могли пройти мимо. В честь 75-летия годовщины решили активно поучаствовать и акцент сделать со стороны коллектива, что мы помним. И в честь памяти наших предков, наших отцов мы решили посадить такую памятную аллею. Начинают и завершают аллею газовиков две памятные стеллы. Это знак того, что за деревья компания теперь несет личную ответственность. Вера Королькова, Евгений Дерунов, Вести Томск.